Скажем, слава нашему Господу! Однажды Исаия увидел Господа. Мы читаем об этом в 6 главе пророка Исаия. Он увидел Господа и в принципе, наверное, в его сторону никто и не смотрел. В этом году шло обычное служение Богу. Я думаю, Ему, как Иоанну, Богослову открылись небеса и Он увидел происходящее там. Но когда шло вот это служение поклонения Богу и этих Еруи мы начали взывать свят, свят Господь Саваоф и мы читаем, что поколебались верхи врат от глаз восклицающих и дом наполнился курениями. То есть, ну, я так примерно представляю, что Он просто увидел эту славу Божию. И когда Он увидел эту славу Божию, то Он почему-то сказал не просто там слава Богу или еще что-то, а Он сказал, горе мне, погиб я, потому что Я человек с нечистыми устами и живут среди такого народа. И на этом месте сегодня идет служение Богу. И может быть, кто-то о себе подумает, вот брат Женя нам сегодня говорил, да, самооценка. Есть, конечно, в нас много минусов, и мы можем сказать, я не такой учитель, как вот брат Женя или как другие, вот сестра нам Тоня рассказывала, как-то у него так все интересно получилось. А у меня таких способностей нету. Ну, горе мне. Я не такая, какой бы хотел меня видеть Господь. Друзья, но мы видим, что когда вот так вот при виде этой славы Божией сердце Исаии сокрушилось, то мы видим, что вот это небо, оно стало участвовать в его жизни. Слава Господу, друзья! Что когда мы видим свои недостатки, сокрушаемся пред Богом, желаем искренне служить Ему, но у нас ничего, где-то не всегда что-то получается, то мы видим, что небо начинает являть свою помощь, являть свою милость. И прилетел этот ангел, и вы знаете, после этого Исаия начал слышать голос Божий. И он услышал, что Господь сказал, кого же мне послать? И, конечно, его сердце, оно было готово, потому что такая была явлена милость к нему. И он сказал, вот я, Господи, пошли меня. И сегодня Бог на этом месте также желает посылать. Посылать тех, которые будут служить и поклоняться Ему в Духе и истине. Слава Господу, друзья! И очень важно, чтобы мы сегодня на этом месте могли действительно открывать наши сердца перед Богом. И то, что происходит на этом месте, чтобы это мы могли переживать, это мы могли принимать. И если какие-то возникают в наших сердцах, там мы видим недостатки или еще что-то, что-то Бог производит нас, то небо являет это участие. Это для того, чтобы сделать нас поклонниками в Духе и истине. Потому что у Бога еще много работы. Еще много работы для своего народа, для своей церкви, которую Он желает совершить в этом мире. И Он желает посылать. Но посылать тех, которые будут исполнять не свою волю, а которые будут поклоняться Богу в Духе и истине. И желание моего сердца, чтобы помолиться, чтобы Бог благословил каждое сердце, которое присутствует на этом месте, чтобы мы могли, как Исаия, входить в это присутствие Божие и в этом присутствии освящаться, преображаться, слышать голос Божий, получать это посланничество и идти совершать это служение. Аминь.